здравствуйте дамы и господа вас приветствую сегодня с 19 июня продолжаем цикл наших обзоров ежедневных значит два дня я не смог про записать по объективным причинам сейчас продолжаем значит что у нас произошло евро доллар пробил значит волатильность наверх мы это видим пожалуйста произошло произошел пробой но насколько сильно но пока сказать то есть видим что а из-за напряжения напряжение сейчас там связано с грецией на рынок не очень хочет расти вот я также не вижу сильного набора на шор то есть для меня это пока просто коррекционное движение и все еще остается шанс того что рынок пойдет наверх на самом деле остается я думаю что это к этому все располагает если посмотреть те же самые четыре часа то мы тоже увидим что да рынок корректируется но вполне вероятно что можем начать расти что касается британского фунта товарищ 59 встал уровень здесь скорее всего так и будет пока торчать а каких-либо сделок я не вижу вот что интересно на мой взгляд австралийский доллар рекомендации покупать новозеландец пока не знаю то есть вот если по австралии свернуться то у него очень серьезные цели наверху и я даже допускаю что можно пойти вот выше вот этих максимум сейчас очень оптимально хорошая цена для входа в длинные позиции та же самая история кстати по евро долларов в целом дал если вы посмотрите а в принципе похоже ситуации тоже долгий флэт вот немножко другую форму он имел и я допускаю что может рынок действительно начать расти поэтому охоте сириск связан с грецией пока можно понаблюдать там шартом шартом позиции пока не присматриваться на мой взгляд идет ослабление пока баксов она взялась и сейчас подбивать минимум надо бы снимать пока мы держали он так и держим вот здесь никаких пока не принимаете не принимаем да а действий потому что ну просто надо ждать золото удерживаем лонгса вчера насчет есть основания полагающего рынок может пойти еще выше потому что если смотреть сюда то как вы видите да просто коррекции дальше рост но это пока так вот так так и видится что касается серебра тоже надо готовиться просто он в руках коррекции рост продолжится может не сегодня пять сегодня канаде здесь я бы даже поискал возможно шорт потому что с этих точек ощущение что есть что пробили откатили и дальше будем снижаться есть такое ощущение нефти наоборот готовится к росту мы это видим не сразу может не сегодня но если снова не полагать что мы можем пойти вверх и нехило пойти в евро и иену инструмент кривой конечно же но также как и по евро доллару остается шанс что мы можем все же начать какой-то рост я пока скажем так никаких действий не предпринимаем а то есть на мой взгляд нужно пока просто подождать в целом в целом посмотрите на структуру на пробитие произошло и есть основания полагать что мы можем чем уйти то есть сигарте модели то модель пока выглядит вот таким вот образом вполне допускаем что мы можем начать расти и в этом случае если такая модель будет себя отрабатывать у нас будет очень интересно цена уста процент на 143 может сходить это очень прилично я пока склоняюсь к этому даже посмотрите на то же евро доллар вот она пока стоит и ну то есть будем принимать решение по ситуации доллар и иена здесь что здесь пока я вижу потенциально снижение начала да у нас четыре часа куда-то делось ну как бы как было так в принципе все и осталось то есть ничего так радикально не поменялось да идет набор мы можем скорее всего мы будем здесь в каком-то таком диапазоне который уже куда-то бы пробивать в моменте сделки я не вижу значит вопрос ничего сказать не могу все крил пока значит что касается фунт иены тоже ситуация не ясна я пока просто ждал значит но остается евро австралиец тоже ситуация двояко сделок не вижу то есть лучше мажорами торговать смп как я и говорил то есть видите готовится к серьезному росту и пробил максимуму а лонг однозначно надо удерживать и искать опять же лонг что касается швейцарского франка здесь она пытается откорректироваться но я судя по всему опять же видно посмотрите была очень мощная проторговка да к слову пробили ее вниз сейчас мы протестируем этот уровень очень сильный вот он где то здесь вот идет вот есть основание полагать что мы идем дальше вниз либо даже если будет куда то сюда заход у нас цель внизу не отработаны и я бы рекомендовал сейчас посмотрите именно к ним то есть соответственно евро я вижу вверх что касается индекса доллара абсолютно идентичная ситуация абсолютно то есть если смотреть вот таким вот образом вот так вот дальше тестировали и дальше я вижу опять же вниз да это может быть не сегодня может быть позже но еще одну волну еще один виток снижения однозначно вижу а вот ну и что фунт канаде все что смотрю не смотрю ничего сказать особо не могу но так я вижу рынок на самом деле ртс сейчас меня просто нет но там я тоже к росту склоняюсь то есть в целом все смотрится достаточно неплохо и рекомендации конечно же присматриваться как из длинных позиций возможности сегодняшние уровни это неплохие уровни для покупки в среднем все на сегодня всем удача торгов и до завтра